Привет, друзья! Сегодня 14 февраля, по крайней мере, когда я это снимаю, 14 февраля. Это значит, что сегодня день святого Валентина и мой день рождения. Я не знаю, заметили вы какие-то особенности в том, как я выгляжу. В общем, мой муж сделал мне самый классный подарок на свете. Он подарил мне освещение для видео, поэтому сейчас я снимаю с нормальным освещением, поэтому вам должно быть у меня очень хорошо видно, лучше, чем до этого. Я очень надеюсь, что вам это нравится, что освещение на самом деле лучше, потому что мне нравится очень. Мне кажется, что сейчас видно намного лучше. Правда, оно немножко вымывает тот загар, который я вчера так пыталась сделать на своем теле, но не суть. Надеюсь, что теперь вам будет лучше видно то, что я делаю на своем лице, лучше будут видны цвета. В любом случае, сейчас я буду краситься, показывать вам, какой макияж я делаю на свой день рождения. И я надеюсь, что вам будет интересно. Это довольно естественный макияж, но он очень-очень блестящий. Мне кажется, что это идеальный макияж для какого-то праздника, поэтому... Если вам интересно посмотреть, как я это сделаю, то внимание на экран. Моя кожа, как всегда, в своем обычном состоянии. В общем, о-о-о. Я наношу тональный крем... Живанши, флюид от Тюн. Оттенок? Оттенок 4, элегант беш. Он выглядит вот так. Теперь я беру корректор. Это Revlon Foot Ready, оттенок 003 Light Medium. Наношу его на синяки под глазами и все остальные несовершенства кожи. Так, лицо готово. Теперь я беру свою любимую базу по тени от Art Deco и наношу ее на все подвижные веки. На все подвижные века. В общем, на веки. Теперь немного пудры. Это моя любимая Art Deco из коллекции Dita Fontis. Я ее ношу просто, чтобы макияж лучше держался. Так, теперь глаза. И первое я беру свою обожаемую палетку H&M, оттенка Biscotti Dreams. Я беру вот этот вот средний коричневый цвет. И наношу его в складку между веками. И тоже цвет немножко на нижнее века. Теперь я беру тени L'Oreal из коллекции Color Infallible, оттенок 021 Sahara Treasure. Это очень красивые такие гелевые золотые тени. Я от них просто без ума. И их я наношу на все подвижные века. Просто невероятно красивый цвет. Следующий я беру палетку Essence Sun Club, оттенка Long Beach. И отсюда я беру вот этот такой золотисто-коричневый цвет, мерцающий и очень-очень блестящий. Это не самая моя любимая палетка, но этот цвет очень красивый. И я на днях поняла, что нанося его поверх вот этих золотых теней, я получаю просто неимоверно красивый цвет. Глубокий, мерцающий, переливающийся, просто абсолютно волшебный. Это, к слову, о том, вы регулярно меня спрашиваете, почему я не выкидываю косметику, которая мне сразу не понравилась. Потому что потом я могу найти для нее какое-то применение. Вот типа такого. То есть какие-то тени поверх других теней смотрятся вдруг, абсолютно внезапно, абсолютно классно. Мне эти тени изначально не очень нравились, потому что они очень неустойчивые. Но так как гелевые тени L'Oréal, они просто бомба и держатся в течение нескольких суток. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее они очень устойчивые. И, соответственно, они помогают теням, которые я нашу поверх них, держаться очень долго. Лайфхак. Следующие тени — это Art Deco, вот эти их однушки, оттенка 206. Это темно-коричневый. Темно-коричневый с такими небольшими золотыми частичками. Фокусируйся. Воу! Кто-то будет убираться в свой день рождения. И я их наношу во внешний уголок глаза. И совсем чуть-чуть я наношу их во внешний уголок нижнего века. Теперь я беру еще одну палетку Essence. Это у нас All About Sunrise. Оттенок 03 Sunrise. Еще одна моя не очень любимая палетка, но здесь есть всего один цвет, ради которого я ее держу. Это вот этот светлый такой цвет шампанского. Я его обожаю. Это неимоверно красивый цвет. Очень мерцающий. И это то, что нам нужно для нашего макияжа. Я его наношу как хайлайтер под бровь. И во внутренний уголок глаза. У нас сегодня очень блестящий макияж. Теперь я беру большую чистую кисточку и все это хорошенько растушевываю. Теперь я беру карандаш Essence Hot Chocolate. Это коричневый карандаш. И я подложила немножко нижний веки. И подводка Essence Liquid Ink, который я рисую стрелки. Теперь брови. У меня несколько под смыслом очень темный цвет волос. Поэтому сейчас я буду использовать более светлые тени. Это мои любимые NYX. Теуэп Эш. Мне нужны более темные пока что. Но все равно менее темные, чем те NYX, которыми я пользовалась в последние пару недель. Теперь время для туши. Я беру Max Factor Masterpiece Transform. И крашу реснички. И верхние реснички. Забыла, забыла подкрутить. Нет! Так вот, я беру щипчики для подкручивания и подкручиваю ресницы. Вот теперь уже с чистой совестью наношу тушь. Вернемся к лицу. Сначала я беру пудру Revolve Photo Ready оттенок 0.30 Medium Diff. Наношу ее носку. Наношу ее носку. Немного на носку. Немного на носку. Совсем чуть-чуть. Дальше я беру бронзер Bourjois Soleil Ambre. Делаю небольшой контуринг. Теперь румяна. Я беру набор Benefit Sugarlicious. И отсюда мне нужна румяна Sugarbomb. Мне кажется, это именно то, что мне сейчас нужно. Дальше я беру хайлайтер Шири Мушари оттенка Gold Champagne. И, наконец, чтобы завершить макияж, я беру свою обожайнейшую, обожайнейшую, любимейшую помаду L'Etoile оттенка 31 Envy из коллекции Rouge Desire. Я недавно снимала обзор на эти помады и сказала, что у меня осталось всего на пару применений, и мне нужно выбрать какой-то особый случай, чтобы это использовать, потому что это самая любимая помада, которую L'Etoile почему-то сняла с производства. Я подумала, что день рождения – это довольно хороший способ и хороший повод. Хороший повод. Я обожаю эту помаду. Это самый красивый цвет на свете. Я не знаю, что буду делать, когда она сегодня закончится. Итак, вот законченный макияж. Смотрите, что у нас получилось. В общем, я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Меня с днём рождения. Вам всем, не знаю, счастливого дня. И спасибо большое за просмотр. Люблю вас всех. Му-мух.